а то есть мы пошли в туалет и пропали еще на несколько нет нормальное явление чуваки ее братва с вами сердце и это продолжение замечательные игрушки fire watch сап хочу это у меня уже ответ висит если бы у тома круза был красавец брат знаешь роли финге о чем речь я мог бы быть красавцем брата круза что жалко я читала в people что он мне чего-то ну да господи успевайте самые диалоги очень быстро так посмотрим насколько мне видно ты белый парень в шортах сейчас жарко и кстати возможно я не белый знаешь это не очень политкорректно или как там говорят господи да ты белее белого мне для этого не нужна подзорная труба а что ты обычно носишь когда ты не в шортах одежду я об этом не думаю смокинги как можно чаще я стараюсь выглядеть хорошо смокинги как можно чаще ну конечно это да ты космополит там вращаются сливки общества я это учту теперь опиши мне свое лицо я смотрю на тебя за стойкой бара что я вижу у меня густая борода у меня словно нос тебе понравится мои тонкие усы и длинный шрам у меня густая борода у тебя всегда была борода довольно долго да ладно хорошо я хочу узнать про твои глаза ты серьезно я тебя рисую мне нужно знать ты что ты не возражаешь не отвечая я все равно буду это делать хорошо найти внизу доски для ремонта окна так пока мы будем искать опа я чё-то нашел лол так быстро неплохо ответ ответ у меня стальные счастливые усталый кто хорошо тогда я придумал как ты выглядишь и поскольку я хорошо лайк ты не будешь выглядеть слишком уродлива я выбрал уставший вид до окей поняла спасибо генри ты получил то что тебе было нужно несомненно заделать разбито окном окей значит набрали кучу досок наша задача залатать это разбитое стеклышко где она но с той стороны о банке раз два три 4 5 а детка ощущаю себя каким-то охренительным дровосеком чуваки я заделал окно что мне теперь делать что дальше что теперь а как ты думаешь что теперь это ты мне давал задание два дня подряд теперь ты сидишь в этой комнате до первого сентября и связываешься со мной при первых признаках пожара а да почему бы тебе не сказать что ты морально готов к этому заданию я дам тебе его готов к работе окей я думаю я готов к долгосрочной ответственности по защите этого национального леса от тотального разрушения я рада слышать что ты действительно это обдумал конечно мы даже выделили тебе удобный стул и все такое знаешь он не особо удобно и он деревянные без обивки и кажется сегодня утром я засадил в бедро занозу тем не менее присаживайся судьба леса зависит от тебя а мне наверное этот хрен надо смотреть который там а у меня уже девятый день чуваки изи просто на изич будь их хв неплохо вот ему наверное весело привет генри хорошо проводишь день да отлично я могу и не уехать отсюда проводил неплохо так я скоро здесь освоюсь мило послушай я звоню с плохими новостями две девушки челси стивенс и лили маккейл объявлены пропавшим без вести их родители в которые неделю от них ничего не слышали они должны были встретиться со своей тетей в коде если это те девушки с которыми мы разбирались на прошлой неделе то скорее всего чего-то там буду рад ответить на все вопросы я ничего не делал это скорее все совпадение хорошо ответим на все вопросы скажи им там что я с радостью отвечу на все вопросы слушай это не должно быть проблемой если конечно их не найдут мертвыми тогда возможно может мне ничего не говорите тем самым избежать проблем да не надо ну я воспринимаю твое умолчение как предложение ничего не говорить хорошо генри спасибо наслаждайся закатом и чуть мне как быстро летит время ты только что был 9 уже 15 день замечательно генри генри проснись что такое происходит пожар что ли какого хрена мать твою говно жопа встань с кровати и возьми рацию я сначала кепку ważne положено место чуть я должен положить на место я должен взять рацию окей за тебе нужно привет мой большой дурочок джули привет джули это ты дурочка милый уже поздно привет джули привет джулз у тебя усталый голос да я устал мне кажется это ему снится ты хорошо проводишь время здесь хорошо у меня все хорошо у тебя произошло нечто странное генри ты хорошо проводишь время дам да как ты там все в порядке tools что прости генри у меня все хорошо отлично ладно иди спать руки и джулс лайла вроде милая конечно пока родной я не знаю что это было ребят наверное это был сон то происходит где мы и зачем мы две вышки чуть ты потыкал следовать на север за припасами неужели так трудно доставить припасы прямо к вышкам ну мне доставляют на дом и как это работает плюсы десятилетия люблю плюсы десяти лет стажа ты идешь за ним пешком 30 градусную жару тем не менее когда найдешь припасы помни они не только для тебя другие дозорные биологи и прочие берут там свою еду я не хочу заказывать еще там должно быть много хорошего фасоль чернослив вяльное мясо знаешь моя сестра есть 6 черносливен в день 6 она очень педантично в этом вопросе она бы прекрасно подошла для этой работы если бы ей не нужны были какие-то там шняги так надо посмотреть куда мы идем и нужно следовать на север а сопли дров ты связался со мной по рации в середине ночи пару недель назад ты спал и все что я слышала бормотание и имя джулс я знал что это сон чуваки я подумала что это мило я хотела разбудить тебя но потом подумала что возможно у тебя приятный разговор и решил не мешать на просто наблюдать на то какой он дебил хочешь что-нибудь еще они рассказать я был не совсем честен не чем больше говорить я тебе все рассказал я был не совсем честен послушай я не был с тобой честен когда говорил о ней я даже не помню что говорил о ней на самом деле да и почему потому что я облажался у неё ранее альцгеймер и я потерял ее она все еще жива они заботятся в австралии потому она родом оттуда она там боже генри вот так мне так жаль генри послушай погоди мне так жаль что тебе пришлось такое пережить я не знаю думал ли ты об этом таким образом но они заботятся ее семья тебе нужно позаботиться о себе спасибо не буду мешать тебе иди дальше ну судя по всему когда он в прошлый раз что-то рассказывали про свою девушку мы чуть не договорили поэтому сейчас речь и шла о том что генри чё там не договорил про нее окей моя задача следовать судя по всему прямо следовать на север и я фактически уже пришел так что у нас здесь вышка две тропы озеро джонси припасы региона торфор и вышка торфор кстати я на вышке торфор еще ни разу не был и давайте посмотрим где она я блин вообще путаюсь я не не я не то чтобы путаюсь я не совсем понимаю где какие вышки как они обозначаются и где они находятся именно на карте но судя по всему сейчас должны подойти не только к этим припасом но еще и гребаной вышки хотя хрен узнает поход мы пришли собственно немного не туда да ребятки а нет стоп зеленая хрень ящик с припасами так ящик с припасами еда для другой вышки еда для вышки две тропы еда для другой вышки знаете я где-то в комментах мимолетно разглядел что типа от выбора моих диалогов при ответе на рации и каких-либо действий будет зависеть вообще в принципе сюжет игры я даже не знаю что будет если я возьму это но я это взял полин я наверное зря это сделал я взял еще свое и оставил одно господи теперь я жалею о том что я взял отсюда ну ладно окей я взял все что было нужно пора обедать только свое так за кого ты меня принимаешь вот это вот это блин ну вообще на самом деле я не хотел этого делать мне просто реально было интересно узнать что случится если я что-то сделал эй ты ведь не взял весь запас еды ответим честно потому что было на несколько человек на пятерых я есть хочу то есть взял мне пора типа в туалет по посту то есть мы пошли в туалет и пропали еще на несколько нет нормальное явление чуваки о мать твою у тебя место в первом ряду на возможном самый крупный пожар в этом году да уж он разгорается поговорить главы я вызову помощь они пришлют команду профи для подавления но я уверен что мы с ним на все лето и у него еще нет названия я обычно придумываю для них что-то смешное или практично или немного непристойная но почему бы не предоставить этот выбор тебе как насчет большого пожара пожар кенделя как насчет дулайла и так дулайла красивое имя вот ты дурак я не дурак я флиртун я пошутил нет ты не шутишь как это мило но мы не можем назвать его пожаром дулайла хорошо тогда как как насчет моего второго имени джун пожар джун июньский даже несмотря на то что что-то где-то как-то там мне нравится в общем там подножие холма есть ручей знаешь что мне нравится там делать что брать бутылку того что есть под рукой опускать ее воду и оставляет там охлаждаться на везде господи какая-то замечательная трагичная ситуация и тогда такими горячими ночами как сегодня что у меня будет вкусный прохладный напиток я научился этому своей сестры в санта-фе она так поступала с бутылкой текилы рядом со своим домом и делала чего-то где-то там конечно мне не везло с текилой да если бы я был с тобой что-то я блин них она не и не успевает отчитывать если бы я был там с тобой то мне бы точно понравилось ты смотришь на пожар нет а стоило бы дай мне знать когда будешь там ну типа лады мне то есть прям вот через лес прям вот херачить к этому пожару да замечательно что может быть лучше чем как бродить к полюсу ночью но зато 100 fps поэтому ништяк я даже немножко не понимаю вообще куда я иду о здесь водичка я кстати ни разу здесь не был опа будем скакать как лала и овца опаньки вкусняшки на это у нас тут очки карта скопировать information карта обновлена записан давайте почитаем собственном рон очень хочется чтобы высшие силы не спасла ли нам не такие отстойные рации обычно я предпочитаю ручку бумагу но время от времени было бы хорошо пообщаться голосом моя сестра продолжает оставлять мне сообщение в главном офисе я не думаю что она понимает что я взялся за эту работу чтобы не иметь дело с ней или мамой я сижу на месте пытаясь придумать что ей сказать вместо этого выпил уже четверть бутылки five скучаю дэйв кстати чуваки и судя по всему в этих ящиках оставляли записанную кто-то там типа короче старые какие-то рабочие или что-то в этом плане туалетная бумага теперь у меня есть толчковая бумага я смогу вытирать свой срокотан джин эйр один шанс умереть что это за хрень куда и зачем как-то мне нахрен это мне не надо так есть что интересно еще туалетная бумага один шанс умереть короче закрываем ящичек и валим июньский пожар окей я снова смотрю на него я я не смотрю на него мне нравится как он выглядит ночью днем это просто дым но когда садится солнце в них можно потеряться куда я должен идти алло скажите мне привет да я запутался я рада что ты здесь я тоже конечно ты рада конечно ты рада почему ты это говоришь потому что это так я не сумасшедшая мы же так хорошо проводим время верно ну вообще думаю да я не говорю с другими с дозорными так часто как говорю с тобой и не таким образом я знаю что тебе не до этого но я хочу чтобы ты знал ну может было бы неплохо встретиться в конце лета слушай нам не нужно ничего планировать или даже обсуждать это просто идея у меня есть фонарики идиот я бы хотела быть рядом слушайте блин это делайла непростая девчонка я уверен я бы тоже мы бы могли сидеть снаружи мы бы могли говорить без этих раций мы могли бы ну куда идти покажите мне дорогу сиди камни что мы могли бы ну да я тебе расскажу пожар где где мать его пожар чуваки ты ходишь рыбачить без лицензии . это одна рыба и меня уже тошнит от здешней еды ну возможно не стоило брать себе столько кстати лесники мне постоянно рапортуют о проблемном медведи за которым они стараются следить можешь посмотреть вокруг озера нет ли свежих следов и дать мне знать там работала противопожарной команды на востоке и знаешь иногда они тревожат животных проблемный медведь к черту конечно проблемные проблемные это им финизм ну блин я не успел ты брось тебе просто надо найти следы вот и все спасибо генри я они она не дождалась ответа решил ответить за меня хорошо то есть мне надо чем вокруг озера следы что ли найти ли что в этом плане так вот давайте вернемся к тому кто такая джули ой не джулия а далайла мне кажется что это знаете как в игре портал я не буду спойлерить что там было или в портал 2 понятия не имею но концовка там явно всех шокировала кто проводи проходил и мне кажется что здесь будет что-то подобное вот а еще старайтесь не читать комментарии под моим прохождением потому что куча долбоебов которые пытаются что-то проспойлерить возможно даже я уже узнал концовку а возможно нет но я стараюсь все таки не читать комментарии это вообще как-то случайно попадает на глаза поэтому всех тех кто спойлерит чтобы вас накал жопы посадили чуть такое оставить себе что что я сделал где я нашел здесь планшет и я что происходит что-то странное а чуть такое на озере что такое кто-то записал то что мы говорили друг другу говорим это бессмысленно я не говорю с другими дозорными так часто как говорю с тобой и не таким образом невероятно 5 секунд здесь что то есть изучить страны шум стране ущелья генри я волнуюсь чуваки там нет никаких ты там никаких приборов не нашел от них прикольно но и побочные эффекты ужасающие в любом случае дай мне знать хорошо ковбой окей господи не знаю почему я тебя так называла чуваки прежде чем вот сейчас продолжить путь мне кажется что в этой игре очень много странного и возможно что сейчас какой-то страны а я сейчас про вообще говорю про то что некий хрен который был в первой серии стоял наверху смотрел на нас мне кажется как связан спас пропажей девчонок генри ты здесь что случилось генри я черт меня ударили по голове кто-то ударил чем-то ты серьезно какого черта там происходит я не знаю господи так еще раз ты нашел планшет записями наших разговоров что еще там было я не знаю больше нет как и их рации кто-то мог меня убить далайло какого хрена что происходит я знаете я знаю с тем же вопросом на самом деле что такое станция в аппите не знаю я увидел название станции в аппите в момент когда меня вырубили тебе название станции в аппите о чем-то говорит лук в аппите возможно это лук в аппите исследовать лук в аппите он есть на наших картах он недалеко это к северу от озера похоже где-то на северном берегу озера джонси должна быть тропа все я пошел в ту сторону блин моя голова ты уверен что ты видел то что видел генри что они тот она ко мне обращается может и разозлил еще каких-то туристов я знаю что я видел с чего мне придумать нас слушают кто-то подслушивать наши разговоры этот человек ли люди прятались здесь в кустах какого хрена ди я не знаю генри звучит безумно и это не ты сейчас нашла планшет с нашими диалогами непонятно где этим диалогом две недели я знаю и где гарантии что у них нет записи разговоров 3 4 5 недельной давности все наши отношения дружбы все наше лето здесь кто-то сраться делает заметки и разговаривает бог знает с кем что происходит нам нужно уйти я разберу что здесь происходит я пошел за ответами отлично сохраняя спокойствие не делай ничего безумного например не брать работу в полной дыре с отсутствием возможности бежать от чего-либо или от кого-либо ну я имел ввиду кого-нибудь что-то будет сделан босс мне нужна карта я снова потерялся сука где я значит как бы здесь у мне надо проверить эту хрень они мне его вопите station вопить имеют у меня окей пошли вообще вот вот сейчас начинается что-то прям вот реально интересно в этой игре прямо развязка поперла вот серьезно так я иду в нужном направлении сейчас нужно наверно вниз да детка нам нужно вниз а учит нас ах это же целый стон хэнш не будем отвлекаться мы следуем на вопите station тут какой-то грёбаный забор я ж не видел этого уделайла между мной лугом большой забор и проволоки не думаю что тут можно пройти забор то насколько большой большой он идет в обоих направлениях гектары какого хрена здесь происходит чтобы это не было кто-то не хочет чтобы этому знали иногда биологи огораживают маленькую область чтобы изучить флору но это обычно несколько квадратных метров это явно не то попробую проверить можно ли где-то перелезть пробраться через забор знаете прежде чем это сделать я хочу напомнить вам что очень часто когда я куда-то шел мне слышалось что в кустах кто-то есть что там кто-то что-то шуршит и кто-то за мной следит короче здесь явно не здравая хрень чуваки интересно я могу за оу сообщить о калитке не могу попасть внутрь и конечно калитка заперта конечно посмотрим смогу ли я как-то проникнуть внутрь хорошо будь осторожен так на эту шнягу я могу залезть я даже не могу залезть на это бревно чтобы туда перелезть здесь наверно должна быть где-то дырка забор или что-то подобное не могу попасть внутрь написано господи надо сообщить об этом слушай мне сюда не попасть вот дерьмо согласен я не знаю сколько я тут еще могу околачиваться про меня не найду господи если бы ты был настоящим пожаром ты бы снес эту калитку в два счета и там ребята работают над контролируемым выгоранием они могли помочь где они за рекой руби там есть лагерь они проложили тропу которая должна привести себя прямо к ним ну и отлично если они еще не ушли то именно такие ребята помогут я преодолеть забор а найти место контролируемого выгорания к югу от реки руб давайте глянем что это где это как это так река руб джунси лейк скотка о господи как же это ж мне рил дохера идти я сейчас тут нахожусь знаете он короче помечает он помечает всякие ништяки на этой карте сто процентов поэтому так будет гораздо проще ориентироваться так ну ладушки давайте тогда двинем в эту сторону в следующий раз да а пока мы будем идти сюда шки и пока я карабкаюсь наверх я попрощаюсь с вами чуваки скажу вам чтобы вы поставили пальчик вверх подписались на канал вступили в группе с в контаче но с вами был серч это была замечательная игрушка fire watch мы продолжим обязательно обязательно продолжим так как голосование так как грёбанное голосование которое я просил вас протовокать набрало собственно дохера положительных оценок это говорит о том что мы будем проходить fire watch на этом канале собственно с вами был серч это была игрушка fire watch всем спасибо и всем пока и и и